...система, здесь вот в Венсе расположена наша Земля, вот такая небольшая, одна обитаемая, на одной происходят вот такие вот такие вещи, здесь есть цивилизация наша человеческая. А что, какой поверхность земного шара сейчас? Вот одна из последних карт, здесь показывают, что сейчас находится, какие континенты, моря, океаны. Затем, когда стали проводить исследования, то оказалось, что землетрясение и вулканы были очень к определенным местам, и они образуют такие пояса, которые очень характерны. Я хочу сказать, что исследование Земли, такое науке, науке, геологии, относится к 18-м примерно векам. В это время ученых заинтересовал именно факт, как происходят вот эти землетрясения, происходит движение земной коры, почему, как, зачем. И затем, в XIX век, было целый ряд таких международных программ, по которым стали по единой программе, по единой системе изучать землю. А особенно начали изучать земной шар, это после войны уже в XX веке, да, в начале XX века появилась теория, вы все знаете, Вегенера, о том, о движении материков. Но не было механизма этого движения, поэтому это было оставлено. И только потом, когда в 50-е, 60-е годы начались проводить исследования, то обратили вот на эту гипотезу. И она стала главенствующей. Хотя до этого было много представлений. Это и контракты земли сжатия, и расширение, и пульсация, и дифференциация, много было всяких вопросов. Но в 57-м, 59-х годах был Международный геофизический год. В это время все страны, 67, большинство стран, прийти на программе, стали изучать землю. И на этом подготовка была очень большая, года не хватило 57-го, и решили продлить еще по 59-м, чтобы был полный этап исследования. И в результате получили колоссальное количество данных. В это время в Советском Союзе был создан геофизический комитет для координации вот этих исследований внутри страны. Значит, исследования, которые стали проводиться в 50-х, 60-х годах, показали. Были сделаны ряд открытий. Это была открыта срединная система хребтов, срединно-океаническая. Это Туранский океан посередине. Проходит липсовая система, в которой поступает из недра магма. Происходит раздвижение коры. Она поясывает земной шар примерно так 60 тысяч километров. Затем было определено отличие океанической и континентальной коры. Далее было установлено, что под корой распространяется полипластичный слой, по которой может перемещаться вот этот аспект. И потом, как были проведены вот эти исследования, и были выделены отдельной плитой. Отдельной плитой и спонсорирована тектоника плит, которая показала, что это плиты. Они приходят в движение, и, по крайней мере, контакт между ними приводит к очень многочисленным землетрясениям и измельчению вулкана. Спасибо. Спасибо.